Моя сегодняшняя ситуация, чтобы я тоже с вами на одной странице был, как я сказал, что я совершаю труд в Солочногорской церкви. На сегодняшний день 20 человек, за эти 6 лет мы крестили, около 8 человек крестили, у нас 12 человек переехали, город военный, командировки одни, другие, поэтому переехали, было 5 свадеб и 2 человека отошли в вечность. Вот такой список. Значит, говоря о социальном служении, в разрезе, я буду говорить в плоскости центра, то, наверное, имеет место сегодня понимание вообще, с кем приходится иметь дело на нашей территории, на территории нашей страны. А с кем церкви сегодня сотрудничают, имеют возможность сотрудничать. Ну, какие модели социального служения в помощи зависимого, представленного на стране? Ну, первая модель, она может быть не по приоритету, но первая, это модель центров РЭТА. Если вы знакомы или слышали, центры РЭТА на территории России расположены, они между инновационными характерами, но их модель, человек попадает туда и живет там, находится в этой общине без ограничения времени. Вот, они рекомендуют программу от полутора лет, но человек помещается туда, и он может топить там, ну, приличное время. Церковь и есть центр. Выпускники могут присоединяться, но церковь и есть центр. Вторая модель, которая присутствует в нашем братстве, уклон на духовность, если вы слышали такие центры дома, дом слова, то вот в этой стране, где больше ориентир на духовную жизнь и на понимание слова, знакомство со Христом, как вот Евангелие, проповедь, это такая вторая модель. Третья модель, где комбинируются духовность и труд, пытаются соединить и поймать баланс на протяжении времени, ну, чтобы была и трудотерапия, и было время для духовности. И четвертая модель, которая присутствует сегодня, это трудовые центры, которые тоже носят больше характер междинаминационно, он не приживается в церквах ЕХБ, но, тем не менее, народ туда-туда идет, и везде, в каждом центре есть какая-то своя специфика, и вот народ крутится вокруг какой-то школы, вокруг какой-то модели. Выходит, падает, заходит, выходит, падает, заходит. И мы в церквах, вот, по сути, вот эту чехарду всю наблюдаем. Значит, в отношении моделей, ну, немножко поговорили, потому что нам надо тоже понимать платформы, где люди сейчас находятся, и каким образом можно осуществлять помощь зависимым. Вторая вещь, о которой стоит поговорить, это программа, в отношении программ. Ну, есть односоставная программа, когда человек поместился, вот, как я сказал, в ретах, и все, и он там и родился, и покаялся, и живет, и служит, и работает, и умирает. Все, она имеет, ну, вот такую вот одну длинную, как бы, черту. Есть двух, есть двухсоставные программы, в которых есть и реабилитация, и адаптация, и сроки варьируются, где-то больше отдают время на реабилитацию, чтобы человек не распудить, и он покаялся, где-то больше отдают сроки на адаптацию, чтобы больше его синтегрировать в общество, или для того, чтобы он начал более активно свою духовную жизнь продолжать. И третий этап, это реабилитация, адаптация и госадаптация. Вот в этом отношении тоже такой следующий, да, и так, чтобы человек начал жить самостоятельной жизни. Вот таких, вот то, с чем мы, по сути, имеем дело, совершая служение. Почему я об этом говорю? Это вроде бы известные вещи, простые, но когда церковь или служители пытаются запустить социальное служение в своей церкви, этими вопросами, вопросами базовыми, ну, не задаются. Какая будет модель? Ну, по дороге определимся, там, спустя пять лет, там, спустя два или три года. На мой взгляд, лучше договориться на берегу, осмотреться и для себя определить, какая модель, с какой программой будет импонировать, и я буду стараться развивать. Почему? Потому что есть примеры, есть хорошие опыты, можно взаимодействовать с этими людьми, получать какую-то помощь, консультацию, какой-то совет для того, чтобы можно было это служение насадить, и оно могло работать в церкви и приносить плод, а не проблем. Потому что, на самом деле, немало, немало, братья, проблем приносят социальное служение в церкви. И на моем, ну, вот этому, на моем протяжении времени категория выпускников, конечно, ну, приносит достаточно много проблем. В отношении города, в отношении взаимодействия тоже есть серьезная такая страна, где большой уклон на полностью все, что город говорит, мы будем делать. И такие центры, если, может быть, вы слышали, ХЦВ, Пересветов, когда подменяют, можно сказать, коммунальную деятельность и осуществляют полностью работу в городе, субботики и прочие-прочие вещи. И есть умеренное какое-то такое участие в жизни города и взаимодействие со властями. Поэтому, говоря о социальном служении, в маленькой церкви, на мой взгляд, имеет место какой-то умеренный подход в жизни города. Нельзя абстрагироваться, нельзя заблокироваться от жизни города. Мы должны быть в городе, представлены в городе, а нас должен знать город. Но вот укрыться от него, на мой взгляд, неправильно. Когда мы говорим о проблемах, вот проблемы, вот такая вторая часть, да. Но есть общие какие-то проблемы, общие сложности. Но первая такая трудность, это новые виды зависимости. Они сегодня не такие, как были 10 лет и не такие, как были 15 лет назад. И срегулироваться, и подстроиться, и донести Евангелие достаточно сложно. Если 15-20 лет назад было разрушено тело, но работало разум, куда можно было поместить Евангелие, и оно тогда приводило тело в порядок, это работало. То сегодня тело есть, разум нет. Невозможно поместить Евангелие. Кладешь на полку, сваливается с этой полки. И поэтому это определенная проблема, определенный вызов для того, для нас каким образом помещать Евангелие. Потому что ни время, ни какие-либо другие подходы в каких-то случаях просто не работают, и поэтому руки как плеть опускаются. Вторая проблематика. Достаточно большой рецидив, до 80% рецидива. Мы все ориентированы на проповедь Евангелия, верно? И когда люди, новые в церкви появляются, это нас ободряет, и мы желаем для того, чтобы Евангелие достигало людей. Но когда рецидив 75-80%, одни и те же, одни и те же, одни и те же, вышел, зашел, вышел, зашел, вышел, зашел, и отказать не можешь, и нести дальше трудно. Поэтому рецидив это та проблема, которая сегодня доставляет большую проблему. Поэтому в этой связи с церкви, малой, очень важное взаимодействие. Почему? Потому что есть какая-то ротация людей. Можно каким-то образом регулировать эту ротацию, чтобы не происходило одного и того же процесса, как День Сурка. На покаяние. Одна из проблем, если до этого Евангелие, слово работало, и покаяние было в первый месяц, может быть два, три, это уже как вообще отсутствие нормы. То сегодня покаяние, оно как позднее зажигание, после четырех, после пяти месяцев начинаются происходить какие-то толчки, какие-то рывки в человеке. Достаточно длительный процесс нахождения с человеком, у которого отклик начинается так поздно. И многие на это не готовы находиться так долго, для того, чтобы дождаться вот этого отклика, после которого может быть опять остановка, потом опять какой-то рывок, опять остановка. Одна из проблем, как я сказал, позднее зажигание. Мне нравится в этой связи, а если кто-то из вас слышал проповеди Ярла Николаевича Пести, то в его жизни был период на протяжении достаточно длительный, когда он проповедовал в студии, просто в стену без людей на протяжении больше десяти лет. И не было отклика, слышит или не слышит. Когда я был у него дома, у него самые ценные сувениры, самый ценный подарок в доме, эта бутылка с запиской. Эта бутылка, ее прибила к берегам Швейцарии, и на ней было написано, уважаемый Ярл Николаевич, мы слышим ваше слово, оно работает в наших жизнях, оно работает в наших сердцах. Продолжайте, не останавливайтесь, через десять лет пришла эта бутылка, пришло это ободрение. Самая большая такая радость для него. Но на протяжении этих десяти лет это была изнурительная подготовка, изнурительная проповедь, изнурительное такое служение. Значит, одна из проблем еще, это отсутствие, ну или наличие неправильной мотивации. Но на самом деле, наверное, сегодня эта мотивация остывает, но она тем не менее тоже есть. Социальное служение есть в той церкви, почему бы ему не быть и у нашей церкви. Социальное служение работает вот в этой общении, в этом регионе, почему бы ему не начать работать у нас, давай запустим это и у нас. В этой мотивации, наверное, сердцевина, что здесь не главный бог, здесь не главным его слово и призыв, здесь главное какое-то сравнение, какое-то, вот у кого-то есть, а у нас нет, и давай как бы как на ключах связка, и мы тоже повесим этот ключ на связку церковных служений, и сюда тоже навесим это в социальное служение. Но и это не работает, и не только в привязке к социальному служению, ко многим другим, мы с вами все это понимаем. Но тем не менее, еще раз об этом напоминаю. Одна из мотиваций, тоже неправильных, осваивание спонсорских средств через социальное служение. Спонсорские средства идут, но ничего не... Надо запускать социальное служение. Если не будет социального служения, не будет спонсорских средств. Надо запускать. Хотя бы как-то, но номер надо отрабатывать. И хотя бы как-то этот номер работает. Он не приносит плода, не доставляет удовольствия и радости, приносит кучу проблем, но он может иметь место. Поэтому вот в этом отношении мотивацию стоит тоже прослеживать. Но в отношении неправильная тоже мотивация, а это успех. И в нашей сети больше 10 центров, и центры находятся при разных церквах. Есть церковь 15 человек, есть церковь 20 человек, есть церковь 200 человек. И естественно, проход... Есть церковь в городе, а есть в селе. Есть в областном миллионнике, а есть в удаленных деревне. И вот тот успех, который мог бы быть в городе, он невозможен. И не повторим просто в селе. Его не может быть. И вот когда мотивация вот такая на успех, чтобы был какой-то вот такой проход, объем. Ну и естественно, когда папа и мама любят друг друга, рождаются дети. И здесь, когда служители тоже любят друг друга, и в церкви, и в социальном служении есть атмосфера единства и взаимодействия, конечно, будут люди, конечно, будут рождаться новые служители. Но успех во главу ставить, в первую очередь, опасно. Одна из, наверное, еще таких неправильных мотиваций имеет социальное служение как ресурс для восполнения нужд в церкви. Вот есть такая черновая какая-то работа, которую хотелось бы закрыть, и поэтому давай запустим вот это социальное служение, которое будет нам развязывать руки, делать чего-то другого. Это тоже формирует неправильную такую мотивацию в конечном итоге, которая на долгосроке, спустя какое-то время, вырастет в большую проблему. И вот эти все мотивации, братья, они могут сидеть вот так вот в труднодоступных местах души и церкви, и отношений, что выковырять достаточно тяжело. Если вы можете себе представить, бутыль 20-литровая, большая, да, или бутылка с загибом с каким-то. И вот если она зацвела и грязная слишком сильно, вымыть? Ну нереально просто. Ну и не ёрш туда не подглазит, руку ты туда не засунешь, губкой не проведешь. Как внутри вымыть то место, где невозможно никак подлезть? Химическим средствам. Как? Химическим средствам. Щелочи. Чебёнка накидывает. Добавил бы тогда к этой задаче, как быстро это сделать. Щелочи, это всё, 10 дней, 12. Такая концентрация. Две борсти щебня брать. Две борсти щебня в эту бутылку. Хорошо протрясти, промыть, и этот щебень отмывает лучше, ну просто, просто начисто. И вот эти вот камушки, щебень, как простое средство. А оно вот, а? Без химии. Без химии, да, без каких-то добавок. Естественным путём выбирает вот эти труднодоступные места от грязи. И вот, мне кажется, вот в этом отношении, когда мы говорим о мотивах, которые вот так вот куда-то запропастились, так, да, чтобы до них не добраться. И Слово, и сам Господь, вот общение с Ним, оно вымывает, братья. Оно вымывает, вот, и вот эти мотивы, они приходят в порядок. Наступает какая-то ясность, наступает какое-то вот такое понимание. Как, что, ради чего, и какая-то реакция, какое-то дело дальше. Одна из ошибок, одна из ошибок ещё расценивать проходящих людей. Нам надо понимать тоже, что человек, который находится на программе, если всё нормально, он будет у меня в церкви. И вот этого гадкого гуся поцеловать очень тяжело. Но, братья, когда мы это делаем, когда мы это делаем, он превращается в лебедя. Нам очень тяжело это сделать. Нам очень тяжело, потому что разные предубеждения есть. Это бессмысленно, это бесполезно. Ты не работаешь. Это что-то ещё. И вот, когда в маленькой церкви вот есть этот социальный смысл, есть намерение, то надо не бояться, братья, обниматься с этими гусями. Этих лебедей, этих уток, этих уток, вот таких кривых, не бояться целовать. И вот в этом отношении и время проводить, и какие-то события, и вкладываться. Не будет, без этого не будет. И я думаю, что вы с собой согласны. Судя даже по членам церкви, достаточно сложно. До тех пор, пока ты не пройдёшь с ним его боль, до тех пор, пока ты не посетишь его, не поработаешь с ним, не проведёшь наставничество, он не расцветает. Он так и остаётся вот этим шипом каким-то, который колет тебя без конца. Но если мы и включаемся, то вот в этом отношении, конечно, он расцветает. Одна из иллюстраций буквально, ну не просто историй, вот прям свежие, там, три или четыре недели назад. Братья, у меня в церкви, будучи ещё в материнской церкви, одна из служилых сестёр, которая уверовала, будучи имея зависимость, но она уверовала не через центр, просто как-то остановилась, и всё, бог коснулся где-то, наверное, в 50-х. 50-55 лет ей было на этот момент. Она, ну, очень своеобразный человек, одинокий человек, очень своеобразный, она молится чудаковато для многих. Многих сказали, что молитва не каноничная, и в принципе, такую молитву бог не слышит. Её разговоры и отношения к людям достаточно такой вот, очень своеобразны. И вы знаете, она пожертвовала свою квартиру на церкви. Она отошла к Господу, может быть, три недели назад, и вот её жильё – это Евангелие для церкви. Я, братья, оглядываюсь на 10 лет назад, вижу много одиноких людей, мудрых, способных, жертвенных, духовных. Но я не вижу вот таких действий с их стороны, которые проявила вот эта сестра. И это просто для нашей маленькой церкви – это просто вот живое Евангелие. И мы думаем о каких-то членах церкви. Я, когда только стартанули эту церковь, она… Я жил в Дедовске, Солнечногорск, 70 километров от Дедовска. Мне нужно было приезжать в Солнечногорск. И она была одним из первых человеков, которых я посещал. Я, когда посещал её братья, я сидел у неё дома, слышал. Она что-то там мне пыталась сказать. И я такой думаю, боже, это моя церковь. О, ужас! И неужели я должен провести, как бы, часть своей жизни с такими людьми? И это будет моя церковь? Просто, ну, я, знаете, у неё такие мысли были вообще, вот, ну, двойственные. Ну, благо, что она не одна, как бы, была в церкви, но просто, вот, когда я смотрел на таких людей, которых Бог приводит к тебе, вопреки, ты просто ничего, как бы, здесь. Ты вообще, как бы, в стране находишься. И вот, вот так вот, вот такое, как бы, вот такое дело. Да, она могла свой ресурс вполне, там, запустить в какой-нибудь, там, дом престарелых, чтобы они заботились, мыли, и всё-всё-всё-всё ей делали полный фарш. Она от всего этого отказалась, отказалась от всякого влечения дорогостоящего и прочих-прочих вещей. Просто пожертвовала жилье на церкви, братья, это благостанье. Поэтому, когда мы смотрим на вот таких, на наш взгляд, второсохных людей, ну, взгляд, вот, стоит осекаться. Стоит осекаться и как-то себе, ну, какой-то, говорит стоп, какой-то должен срабатывать, какой-то стоп должен срабатывать. Потому что, ну, кто-то думал и о нас точно так же. Для кого-то мы были точно такими же, вот, какими-то второсохными людьми. Поэтому в этом отношении, конечно, культура в церкви, вот, взаимодействие, да, поддержка слабых очень сильно ободряется и растёт, когда мы, вот, насаждаем вот такой подход в отношении особенной, как бы, к этим людям. Значит, ещё, наверное, из кейса ошибок есть просто вот системные ошибки, братья, которые, ну, если их не устранять, они будут приводить просто без конца к вирусам и к тому, что диск будет слетать. Ну, нередко, как и в церкви один служитель, так и этот служитель может проецировать и на социальное служение, ну, и вообще в целом на служение в церкви, что вот один, как бы, он, это и нормально. И вот эти какие-то завышенные ожидания от тех людей, которые совершают социальное служение в церкви, но в конечном итоге являются вот такой вот системной ошибкой. Поэтому я думаю, что как в церкви мы просто разбиваем ответственность. Мы не можем и проповедовать, и считать деньги, и посещать, и строить, и убираться, и куда-то ещё на миссию поехать. Хотя это всё, как ни странно, получается у нас это делать, но, тем не менее, это не так эффективно. Так и в социальном служении, конечно, стоит просто, ну, разбивать и расширять штат служителей. Это могут быть внештатные люди. Но, на мой взгляд, просто команда социального служения укомплектована тогда, когда есть человек, отвечающий... Да, пожалуйста. Есть кто находится на центре и живёт в центре, и всё вот. А есть те, которые могут не жить в центре, но оказывают пассивную какую-то помощь. В одной церкви это может быть всё одно? По-разному. Всё зависит от партнёрства и договорённости и отношений. Ну, в нашей сети по-разному есть. Есть центры, в которых... Ну, вот, просто, ну, только, как бы, вот, одна церковь и больше, а локтями, ну, никого не подпускают. В рамках ЕХБ. Ну, мы действуем в рамках ЕХБ. Не в рамках одного союза, но в рамках ЕХБ. Братья, я из церкви автономный. Я не знаю, вообще, может быть, здесь по недоразумению даже. И, ну, из автономного братства, я имею в виду, из АБЦ. Но наши центры, которые насадились в автономном братстве, находятся в союзных церквях. Брянска, Твери, Курска, Орла, Москвы. И вот в этих областях мы служим. И поэтому мы со своей стороны вышли за пределы союзов. Мой тесть, Иванов Алексей Кириллович, Орла, епископа, он когда с ним беседовал, он говорил, на небе брат союзов не будет. Ну, вот, его, как бы, вот такое стол было. И поэтому приглашаю, ну, на мой взгляд, великодушие служителей и мудрость вот найти. Ну, это я сейчас чуть позже, как бы, отмечу эту вещь. Поэтому хорошо, когда есть хозяйственник, хорошо, когда есть учитель, хорошо есть, когда человек занимается рекламой и человек, занимающийся работой. И вот какие-то кейсы, надо обязательно находиться внутри, а какие-то вот из этих кейсов можно осуществлять просто вот удаленно. Хозяйственник, учитель, реклама и работа. При вот этих четырех, если мы вот эти четыре вещи ставим на упор, то тогда социальное служение растет и оно приносит благословения. Одна из системных ошибок – отсутствие поиска новых людей. Когда я говорил вам о моделях и называл разные модели, у каждой модели есть своя сильная сторона и своя слабая сторона. Вот есть модель поиска новых людей, которые просто… У них слабая проповедь Евангелия, у них слабое пастерство, у них слабая атмосфера какая-то. Но они просто топово ищут людей. Просто три человека утром вышли и пошли, и пошли, и пошли, и пошли. Поэтому поиск новых людей вот в этом отношении один из ориентиров. Сегодня в связи с мобилизацией непонятно вообще, как будет мутировать социальное служение. Отсутствие работы по взращиванию служителей. Со стороны служителя, пастора, маленькой церкви необходимо взращивать этого парня, который находится в… или этой команды, которая трудится в социальном служении. Они сами собой в свою соку и вырастут. Имеет смысл прокладывание механизма, или я называю его лифт в церкви, через который мы поднимаем человека и взращиваем к диакону, к рукоположенному пресвитеру, к лидеру служения какого-то. Есть какой-то механизм, должен выработаться в церкви механизм с определенными границами ответственности, времени, оценки качества, в котором человек может вот в этих критериях расти. Значит, в отношении сопровождения. Такая, знаете, есть у церкви одна из системных ошибок, такая параллельная какая-то жизнь. Но это может быть с разными служениями, но с социальным служением достаточно частая ошибка. Центр живет своей жизнью, церковь живет своей жизнью. Встретились, повидались, и все. Качественно не работают, поэтому, братья, еженедельное, ежедвухнедельное сопровождение работы социального служения со стороны пастора должно быть. Не обязательно вникать во все процессы, но позже натягивать имеет смысл. Имеет быть и участвовать вот в этих процессах. Понимать, каким образом и куда сейчас идет и атмосфера, и люди, и регулировать какие-то процессы неизбежно. Да, можно поставить туда какого-то лидера, но тем не менее, если мы говорим вот о маленькой церкви, и социальном служении, ну просто, нас не раз приглашали в 2008-го года, мы начали открывать Центр реабилитации. Когда нас приглашали в первые пять церквей открыть Центр реабилитации, мы даже не рассматривали никакие вообще вопросы, кроме там двух. Есть ли место, где реабилитацию проводить, и готовы ли церковь обеспечивать финансовое служение. Все, больше нас вообще ничего не интересовало. Но как только мы ввязывались, это каждый раз было болото. Потому что для одной церкви мотивация была, в другой работа это и нам надо. И они не готовы были, как я говорю, вот к этому еженедельному сопровождению. Поэтому вот это еженедельное сопровождение очень такая важная вещь. Братья, многие из нас имеют большой опыт, и я был свидетелем. Один просто хороший брат, хороший пастор. Он живет, он проживает в Штатах, но сам славянин, и всю юность, и достаточную молодость провел здесь, на территории СССР еще. Хороший пресс-фитер, тысячная церковь. Вот такой брат. Запустили служение. Не дал команде вырасти. Просто не дал. Задушил. Просто задушил. И одного, и второго лидера меняли. И с разных стран. И с этой страны приезжал, и с этой страны приезжал. Так и не смог понять, что его роль тренер. Не наигрался. Ну, модная как бы штука, социальное служение, здесь вот все регулировать. Она вот в каждой стране, он запускалась там по-своему, вот в Штатах это тоже как бы была такая модная, модный такой тренд в определенное время. Не дал, не переключился, не смог быть тренером. В конечном итоге все просто загнулось. С такой мотивацией церковь была вовлечена колоссально. Но не дал, задушил. С добрым мотивом. Он не хотел это сделать, да? Хотел спросить, из ваших, ну, ребята занимаются центрами, кто-нибудь открывал НКО, или это все на частном, как бы начало, где с помощью выходящих государств вас будет у вас? Да я знаю, что на сегодняшний день до 10% финансирования региона, в бюджете региона могут выделяться именно на социальное служение, на центры, то есть при определенной юридической поддержке и сопровождении. То есть государство, оно конкретно выделяет на эти средства, выделяет на эти деньги. То есть есть люди, которые готовы служить, но у них нет ресурсов для того, чтобы служить финансово. И я знаю, что государство на эти деньги выделяет. У нас здесь есть брат во Христе, Евгений в Москве он находится, сегодня прилетел, например. Так вот, я думаю, я могу его телефон дать, если кто-то продеет за это служение, фиридической частью, я думаю, без проблем он поможет. Потому что он сам из, по-моему, из Омска, у него зон там, он свой зон под реабилитацию дал. У него уже свою самосоюзную. Ну это такой маленький лайфхак. Братья, слышите, да, кому надо, но имейте в виду, можно взять контакт по юридическому сопровождению. В Кубе. А? В Кубе. Слушай, я не знаю его фамилию, скажем так, знаю его позывной Саботан. А вот насколько он там, насколько он там по фамилии, как он числится? У него опыт организации МТО, да? У него юридический опыт огромный. Юридический. Ну, я, может быть, как бы другую сторону, как бы, братья, скажи, что, ну, за 20 лет в нашем районе наш брат, в нашем районе, где у нас есть центр, наш брат является в администрации руководителем юридического отдела. Я ни разу не видел ни гранта, ни еще чего-то. Единственное, ну, за что я благодарен Богу, что нас до сегодняшнего дня не закрыли. Поэтому подход, я не знаю, правильный он, неправильный, но у нас так сложилось в отношении властей. Мы открыты, но лишь бы не мешали. Потому что вот у нас есть НКО, мы зарегистрированы как НКО в силу разных причин. За 20 лет были разные эпохи. Без НКО вообще нельзя было. Потом надо было НКО срочно закрыть. Потом опять его надо было открыть, потому что только с ним. И это вот очень много туда-сюда всяких было. Оно есть, но мы не получали. И в других областях, где у нас центра находится, и там тоже есть разные подходы со властями, но не было никакого взаимодействия. Более того, даже скажу, в отношении молодежного служения у нас есть лагерь. Не знаю, кто-нибудь из вас был в лагере ручьев в Подмосковье? Доводилось кому-то, много конференций там проходило. Это лагерь нашего братства, и он стоит на балансе в городе, но чтобы в этом лагере со стороны города была какая-то копейка. Я не знаю. В этом году на нас выходили, предлагали по грантам, только говорит, участвуйте, но мы до конца не вникли, что за это нам будет, имеется в виду, какой контроль, чем грозит, если мы вдруг что-то сделаем не так, если они захотят. Мы немножко пока спасовали, но они готовы. Дмитрий, расшифруй НКО. Некоммерческая, автономная, ну, некоммерческая, автономная некоммерческая организация. Прочтите. Ну, или ОНО, у нас ОНО, автономная некоммерческая. Ты говоришь, НКО, это некоммерческая организация. НЕКОМмерческая. Значит, братья, по ну, небольшой, как бы, итог в отношении вот этих ошибок, если социально, ну, почему социальному служению нельзя делать работу церкви? Вот нам стоит, как служителям, да, вот на этом, на этой границе как-то бодрствовать. Если центр будет делать без конца работу церкви, но он не выйдет на самообеспечение. Рабочие места и прочие вещи требуют регулярного какого-то участия. У нас братья в церкви, которые работают, мы же их не снимаем с производства, они по мере своей возможности включаются в труд, и мы с этим смиряемся и соглашаемся. Думаю, точно такой же подход к социальному служению должен быть и к братьям, несущим вот этот труд, потому что в противном случае им сложно выстроить вот эту материальную линию. Если мы постоянно вовлекаем и вот так вот срываем, то мы нарушаем механизм взращивания служителей. И к этим процессам тоже очень важно должным образом относиться, потому что в противном случае будет просто текучка, чехарда, постоянный какой-то на телефоне дайте служителей, дайте служителей, дайте служителей, дайте служителей, в то время, когда на самом деле служитель должен выйти из среды. В нашем братстве 20 лет назад возник вопрос организации больше 20 лет назад, организации социального служения. братья в зал просто церквей на межцерковных общениях, кричали, призыв, кто пойдет. И пошел. Пошел парень из армии, пришел 20 лет, не наркоман, не алкоголик, просто только пришел из армии, член церкви с 13 лет. молодой браток к этим акулам пошел и начал вот это служение. Просто это было удивительно. Самородов. Просто, братья, и Бог давал ему мудрости. Я вырос на его руках. можно сказать, ДВР. Не имел опыта, никогда не бухал, никогда не кололся, ничего там, не проигрывал, дома там всегда ночевал. Мама, учитель хибии, член церкви, единственное, что отец алкоголик. Поэтому вот в этом отношении, говоря о социальном служении, нам стоит все-таки за ресурсом обращаться внутрь своей церкви, внутрь своей общины. И это будет нам давать понять, организовывать или нет, потянем или нет, на свои силы. Не на силы людей, которые приедут и как-то, может быть, там раскачают или не раскачают, но на то, что находится внутри. Когда тоже мы говорим со стороны церкви, мы как служители, если попускаем вот эти границы раздвигать, то внутри церкви, братья, люди становятся халатными. Если есть центр, он уберет, если есть эти люди, они приедут, они сделают. И в церкви уже братья и сестры все позволяют так думать, что ну это ничего, есть вот работа центра, есть работа наша какая-то там более поближе к сцене, подальше от сцены вот это служение для той категории людей. Поэтому это не дает церкви понимание реальной ответственности и провоцирует на какое-то халатное отношение. Когда я заканчиваю сейчас и просто немножко вопросов наверное в отношении в отношении перелома каким образом сломать, то брать ну наверное как бы две таких два таких совета ведь на качество а не на количество. В наших историях очень много есть примеров когда в центре был и один человек и ты просто с ним точно так же как и с десятью встаешь, молишься работаешь везешь отвозишь с одним поэтому не на количество и на качество и на постоянство братья ну постоянство это вот сезон вот такой когда мы пересиживаем и дожди и мороз и холод я смотрю на долгосроке вот на таком растянуть вспышки вот такие яркие раз и потух раз и потух там инициатива была что-то подергались подергались заглохло здесь инициатива какая-то вспыхнула там а мы вот это а мы туда и заглохло на постоянство проходя вот мы все все сезоны вот как с урожаем ну вот и все сезоны надо пройти и чтобы мороз так проморозил хорошо и жара зной какой-то пройти тоже пережить да и вот дойти вот до этого плода поэтому это в отношении в отношении перелома когда смотрим на церковь братья то перелом это в механизме взращивания когда вот это вот этих людей которых мы ведем каким образом мы прокладываем для них путь и он не должен отличаться от пути других людей из извне церкви но но этот механизм очень важен поэтому основа веры малой группы д группы группа ученичества или наставничества группа аморальности в разных дозах в разных периодах это все вот в нашем лифте присутствует нельзя после программы сразу человека запустить на основу веры и чтобы он начинал церковляться мы для себя взяли что полгода год человек выдерживается после того когда закончилась программа он может находиться как служить в центре так и быть выпускником посещающим церковь может быть на пост адаптации не имеет смысла значения где он находится но есть время до того пока он становится членом церкви выйдет выйдешь ну это время наполнено наставничеством мы помещаем в группы и плотно работаем вместе читая библию молясь благовествует совершая служение служение ассистентов вот очень много где в ассистентских позициях ребята заходят и начинают ассистентский труд будь то медийка будь то пищеблог будь то какое-то благовестие в ассистентских позициях на подхвате на помощи не опираемся на этих ребят которые только закончили чтобы они вот все там сразу вы не сразу их крестите я понимаю ну я имею в виду человек там год прошел реабилитацию словно и еще еще полгода еще полгода хотя у нас один из служителей постарок говорил что ну это такая печальная как бы вещь что ну вообще в принципе невозрожденный человек в церкви это как шахид а из этой категории невозрожденный человек в церкви два раза шахид поэтому мы обжигались очень много и вот это время это просто добрая добрая вещь поработать с человеком сблизиться пастерство чтобы он разделил чтобы он смог за советом прийти повернулся в сторону Христа вот здесь вот этот разворот очень важный динамика движения его важно вместе с тем имеем читаль читальный клуб литературы регулярный поэтому братья запуск чтения христианской литературы у человека есть возможность попить чай с автором и вопросы получить именно от него поэтому на регулярной основе имеет смысл запустить пускай будет три человека четыре пять мы начинали клуб у нас было четыре человека мы брали книгу на два на три месяца вот в сезон жизни церкви с сентября по инвайд мы прочитывали две книги во второй сезон церкви с февраля по мая мы тоже прочитывали две книги поэтому встречу этого клуба четыре раза в год четыре книги есть на злободневные темы через которые мы проходим мы не читали чего-то такого сложного но вот эти сначала маленькие такие какие-то пирожки затем чуть-чуть побольше прочитали и Расулова и Прокопенко и каких-то американских авторов и Гилгерта читали что такое как работать и работа Евангелия и братья ну это большое благословение большая польза не только для этой категории я говорю в целом для церкви церковь начинает читать это 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 просто очень круто значит когда говорит когда говорим о городе я братья я пастор новой церкви в городе Солнечногорск у нас я хотел бы чтобы кто-то пришел там бизнес начал просто всем сердцем бы хотел чтобы кто-то пришел начал бизнес зачем свободные рабочие места влияние поэтому вот в этой связи имеет смысл запускать и помогать развиваться братья у них у многих есть какие-то такие способности к этому включаться для того чтобы могли развить у нас в одном в нашем подмосковном центре братья один брат говорит лет не помню лет 8 назад 9 он говорит я мы начинаем заниматься сантехникой просто боюсь не знаю как бы как пойдет не пойдет у него уже была одна точка там или две он говорит давайте а вторую он захотел запустить прямо рядом от нашего центра давайте 50 на 50 пойдете ваши постоянно люди будут а мой остальной как бы вот ресурс мы вошли братья сегодня эта сеть выросла из сантехнического амброса превратилась в холдинг сантехнический плюс открылись куча кафе по кофе и мы 50 на 50 на одной точке остались спустя 8 лет он свою договоренность держит и это у нас получается где-то около 15-20 человек работает вот за последние 8 лет члены церкви имеют рабочие места которые кормят свои семьи находясь вот в этом служении это было такой пробный просто не отказали не повернулись спиной к такому казалось бы недуховному предложению наличие рабочих мест для вот этой категории одна из таких добрых и положительных сторон в этом смысле стоит смотреть ну давайте вопросы центр у вас ребята кто находится в центре они у вас как центр организован то есть у вас не духовная часть и физический труд или как у вас вообще происходит этот момент то есть люди там живут они национальном обеспечении в плане они работают они знают животноводство или еще что-то делают своими руками или как вообще центр существует и как находится там ребят вопрос о том каким образом происходит жизнь в центре самообеспечение или нет я на камеру чтобы вопрос повторить значит у нас в каждом центре по-разному есть село где животноводство является но на нем не проживешь но в голодное время можно как-то проковыряться в основном мы моделируем и мы комбинируем духовную часть и работу в каждом регионе по-разному это работа где-то у христиан где-то у светских людей но есть духовная часть утро и вечер евангелие я неправильно наверное вопрос задал у вас центр с закрытой поставленной работой или вы допустим можете взять группу людей из центра выехать и где-то там на выездах по-моему постоянно на выездах своих вот таких мест где бы мы могли вот так вот как в кибуце как бы закрыться и работать но только что ручеек как бы у нас есть где мы работаем в одном из центров а так взаимодействие и этом хорошее благовестие в городе узнают на раз о центре и у нас в Тульской области центр администрация там поехали ребята убрались на кладбище там перед перед маем перед маем ну перед все там с администрацией приехали что за люди что тут навели порядок ну и и вовлеклись и там начали дальше приглашать но это вот все зависит тоже от служителей на месте поэтому я думаю братья в этом отношении инициативных людей которые берутся за инициативы имеет смысл подмечать один из парней у нас ну 10 лет назад ну начал что-то там какие-то какой-то стариной заниматься еще это какая-то непонятная движуха самовара самовары братья сегодня у него коллекция самоваров больше двух миллионов его приглашают на многие площадки не только светские но и наши христианские большие самовары на конференциях на конгрессах может быть ну наблюдали его урок дела более того он помог организовать и это служение в других регионах в других в других церквах 10 лет назад что это такое за ерундой какой-то занимается а это принесло такое благословение сегодня не один наш проект социального служения у нас есть встреча выпускников слет центров реабилитации ежегодные процессы когда у нас съезжаются братья и для разной категории людей мы проводим без этого служения невозможно это просто фан ну но это выглядело очень нелепо когда начиналось поэтому стоит эти инициативы не душить а разглядеть да поддержать на сегодняшний день один из парней в прошлом шеф-повар он себя называет шеф-повар ладно я скажу шеф-повар пельмени вот сегодня у нас в церкви на городе лепят пельмени и я стараюсь ему помочь чтобы он выложил их на авито чтобы люди с города начали брать и сегодня эти пельмени приходят люди в церковь покупают пельмени радуются пишут отзывы что-то видят задают вопросы и он при работе и копейку зарабатывает и народ идет в церковь вот просто вот такой один из прямо сейчас свежих способов еще братья вопросы есть можно вопрос в нашей церкви есть два брата которые прошли репутацию и они иногда занимаются тоже сами отправкой людей на репутацию в нашем городе нет центров поэтому приходится их в другую область понять и вот есть у этих братьев желание в своей области организовать репутацию такой вопрос могут ли они сами этим заниматься или должен быть какой-то служитель который бы курировал их или помогал бы им в духовной части или же все-таки они могут сами заниматься а какой какая область архангельская архангельская ну это бывшие ребята сами или бывшие но в этом смысле я бы конечно сказал ребят занимайтесь сами но у вас все есть для этого ну чего ну не отправляйте оставьте у себя там на церкви снимите жилье какое-то начните там в череде какой-то через 3-4-5 месяцев усердного труда вот такого у вас у самих в архангельске появится в то время когда вот без конца отправлять людей ждать вернуться они или не вернутся если из села отправляешь куда-то сто процентов не вернется большая церковь традиционная там не знаю молодежная еще какая-то не приедет его там купят просто сразу разными разными речендалами поэтому я думаю что имеет смысл как бы браться и все вот здесь вот в такой ну какой-то череде возможно какая возможность позволяет ничего страшного даже если этот зависимый и переночует когда-то один я имею ввиду нет ли опасности то что они могут сами там согрешить или просто не справиться с этим служением с такой ответственностью вопрос ставить над ними начальника и отпустить их на самоте как сами дрозные мальчики вы имеете ввиду находящихся на программе или те кто ведет вот ребята которые хотят заниматься служением члены церкви я думаю под каким-то сопровождением от служителей может быть братский совет как-то курил и имеет смысл обычно братский совет это эфемерное понятие из совета желательно брать чтобы это были из руководства кто-то во-первых из руководства кто-то должен быть здесь как бы на этой передовой и из этой среды кто-то должен быть в совете невозможно постоянно как бы спускать вот эти вот задачи как бы людям надо владеть надо ввести сюда иметь общение влиять и вот все потихонечку но отправлять можно но это более долгосрочная как бы такая перспектива появления центра лучшее решение снять и поехали вот я думаю если парни хотят надо поддерживать вот еще вопрос такой человек тоже допустим ну из прошлой жизни у него ужасные была там наркомана алкоголик он пришел в церковь его отправили в репцентр он прошел вроде начал ходить и участвовать в жизни церкви потом бах опять скатился опять его отправляет в репцентр и вот так несколько раз и уже вопросы братья задают туша возрожден ли он вообще стоит ли социально тратиться то есть ну церкви тратиться на него если все безответно то есть и он там в репцентре наводит шухер там ну как бы подставляет саму церковь как вот быть с такими людьми в оконцовке вообще что Библия говорит но Библия говорит настой вовремя и не вовремя ну да вот здесь не вовремя какая тенденция наблюдается в последнее время брать пятидесятники едут к нам наши едут к пятидесятнику ну я думаю что если объехал уже какую-то череду наших центров ничего пускай едет туда и есть что включаются ну если вот такой отломанный ломотишь все не работает мы все способы которые использовали не работают более того ты ну я усилил как бы иллюстрацию украл уходя избил уходя оставил вдовой ну не вдовой точнее а разведенный детей оставил я думаю как прокаженного как бы все шарахнутся но как бы толкнуть надо как толкнуть и имеет смысл отправлять в разные модели в разные школы как бы для того чтобы его просто раскачать некоторые страхом спасаются да у меня ситуация с братом со своим двадцать лет возился копошился отправлял в одни и другие в третий центр сейчас он как бы с собой я был в реабилитации в служении лет пять это было больше двадцати лет назад тогда форма реабилитации она была очень проста мне вопрос такой насколько серьезен контроль сейчас у госорганов в плане документации бумаг вот это вот все потому что с тем же Евгением Пересветом как мы знаем там некоторые уехали все на 6-8 лет с этими реабилитациями и незаконным держанием сейчас нами знакомы занимаются реабилитацией сейчас некоторые в плане документации юридически они прямо занялись очень очень плотно но все равно как я понимаю все будет отмашка найти можно все что угодно и показать на этот свой корот и на самом сегодня закрытие ну хотя мы в стране живем в которой есть ну просто без отношений даже если у тебя все правильно отношений нет как бы ничего не поможет мы живем как бы вот в такой стране в такой данности в такой действительности поэтому мы со своей стороны минимальные какие-то процессы которые нужно мы закрываем нельзя брать иностранцев мы стараемся не брать если взяли занимаемся документами то есть есть как бы границы табу которые если мы и переступаем да то вот все равно ты стараешься как-то ответ регулируем не находишься на этой границе вот так вот закрыть глаза не знаю ответил не ответил наверное с вашей стороны все что возможно вы делаете там какие-то он пишет что я завольно нахожусь в случае его ухода то есть он уходит после Жени Пересветова после Жени Пересветова мы сделали определенные выводы конечно прием под камеру идет у нас прием на программу идет под камеру видео снимается в офисе в каждом из центров установили камеры где прием осуществляется под камеру и ну там паспорт мы не забираем многие вещи научили но смысл он нам не нужен что пускай под подушкой лежит он его сам сторожит но братья у нас просто один был там какое-то время уже не первый раз на программе ночью связал просто не начал спускаться со второго этажа казалось там ну выйди тебя никто не держит иди вообще сорвался сломал ногу поехал в полицию накатал на нас ну ничего не сделали 20 лет мы в этой деревне просто то есть имеет со своей стороны хорошее взаимоотношение вот это да порывку порывку если там идет стоп-лист какой-то по розыску мы сразу по сети реагируем если идет какая-то у них там акция не акция не знаю операция откатать пальцы или еще что-то сделать ну просто тоже вот в этом отношении ну конечно там всегда ротация идет люди меняются но раз там по новой как-то у нас тоже меняются но вот без этого вопроса бил да а сейчас теньги такой афетаминщики солевые ну наркоманов наверное если вы про наркоманы алкоголики я больше не могу сказать или вы имеете в виду наркоманов ну 70 на 30 наверное где-то 35 да 70 на 35 по всеми с разной сезоны бывает сезон побольше бывает в каком-то центре регионе там раз до 50-60 выскочит когда-то но в целом если на долгосроке взять то будет вот так а если наркот то метадон афетамин соли и афетамин а есть у вас такая практика с трудными подростками ну например там 12-13 лет где-то по 14 мама приходит там папа приходит я там напишу то есть от себя что я отдаю вам ребенка работаем ли мы с подростками с трудными ну за конечно эту историю достаточно много обращались но по детям по детям уже как бы большая ответственность серьезнее ответственность и поэтому мы стараемся ну как-то не реагировать ну и честно говоря за 20 лет не так много обращений было может здесь с десяток с 15 может быть наберется на все по большому счету реагировали на какое-то время брали на какое-то время брали чтобы 12 тут совсем как у нас будет 15 14 12 есть кто занимается вот этот вопрос уже был кто конкретно чисто подростками хотел пообщаться с этим потому что у нас есть район в городе где собираются как раз категория людей такие раз возраст такой 13-17 лет ну так бы которые там все тяжкие все что можно иногда уже поперепробовали поиспробовали и сидят не знаю я бы наверное отправил вас на молодежную встречу вот сейчас ну когда будет молодежь вопрос адресовал бы наверное в молодежь потому что молодежи как раз Володя Громова да будет встреча вечером можно можно вот сюда как бы этот вопрос задать каким образом братья реагирует то что ну в рамках центра это не постоянная вещь она такая проходящая профилактика в школах да на улице профилактики есть ли в братстве работа с несовершеннолетними наркоманами бедна с 16 а с 14 там с олевоем есть ли работа в братстве с несовершеннолетними наркоманами мне вот именно чтобы это была вот такой граница возрастная которую вы ставите мне неизвестно или родители приезжают мама приезжает туда есть центры есть в нашем братстве центре где находятся родители с детьми будь то мать или отец и там находятся разного возраста дети но чтобы отдельно от родителей находились дети мне неизвестно да то же социальное служение у меня была мысль я раньше тоже стоял в учетах патриян у меня была мысль прийти кто занимается отмечен участковый и спросить можно ли допустим спросить адреса те люди которые реально нуждаются допустим то же самое же идея у нас есть миссия библейская игра которая предоставляет раз в месяц определенные какие-то продукты чтобы посещать людей и через это благорест то есть так вообще мы можем сделать как отцепля прийти или тоже через администрацию в соцзащиту надо в соцзащите можно снижать но опять же цель какая помогать людям полиция точно не даст точно не даст в соцзащите если нету какого-то контекста вот так просто постучал в дверь и заходишь нету контекста там ни на днях города ни на субботниках ни для детей что-то праздники там в интернатах или еще где-то то тоже вряд ли везде где есть отношения это работает но братья могут ответить наверное государственный край горячий ключ мы там сделали у нас то что-то побуждение было с братьями послужить перед новым годом два года назад начинали это даже три года назад мы взяли по 600 зачитал мы хотим помочь семьям дайте нам самых-самых-самых и вплоть до того что там муж-то и мини дети там по станице у нас в Краснодарской крае в станице в деревне нам дали список из 30 детей мы так посчитали по бюджету 3-5 тысяч на ребенка на семью и нам выкатили список были такие довольные и благодарные что мы вообще так поступали мы посетили перед новым годом буквально за два дня мы там закупили есть продукты там сладости подарки какие-то мы проехали и после этого мы год целый год курировали эти семьи причем там удаленные районы я могу сказать каждый день каждый день на каждый раз где-то раз в месяц раз-полтора месяца утащали кто-то нам звонил нам нужно приехать либо мы сами там договаривались не было никаких препятствий если что мы делали мы не делали какой-то фотоотчет для себя безвозмездно без ничего просто отриезжаем помогаем мы говорили что у нас праздник и это кстати был хороший повод у нас сестры организовали в воскресной школе мероприятие рождественское ну вот эти вот сценировки люди просто там есть выбор поехать там православную цепь государство там выдает им поручение государство прямо говорит вам надо ехать в православную цепь на собрание Рождества и выбор к нам подходит люди просто говорили ну мы можем съездить может там как бы хитрили государство чтобы поехать подвиг очень хороший ага вот правда я хотел просто у вас узнать мы вот перед домом делали детскую площадку занимались детьми подростками а сейчас как бы дети выросли но у нас хорошее взаимоотношение с главой сельсовета то есть человек который видел это на нашей улице жила она ее поставит главой нашего райцентра как бы человек есть идей нет можно ли вот к человеку пойти и сказать мы хотели ну вообще миссионерская точка даже не церковь там небольшая группа верующих можно ли пойти и сказать чем мы можем вам помочь все зависит тоже от наших ресурсов они могут когда ты так говоришь у них на списке они его быстро как бы предоставят но если мы так сказали и не среагировали потом на него да то как бы тяжело одна из вещей я не знаю о формах благовестия и просто имеют потом будет ли польза выхлоп то есть можно вот суетиться там инвалидов посещали покупали надувные ванны там тоже вот так вот но ты как бы больше денег потратил подсуетился люди не покаялись ты как бы делаешь ну чтоб сделать или чтобы хорошая как бы молва была о верующих что они хорошие люди они помогают а толку от этого нет то есть люди не дают ну доброе доброе дело это для самой церкви вообще атмосфера служения это добрая вещь потрудиться да в отношении наверное плодов вот подобных служений я думаю здесь можно вопрос адресовать слава словесе совет или это у вас практика есть или же это надо сразу же само выйти с идеей ну лучше сами сходите и убить не убить побеседовать ничего худого не будет мы вот здесь ну как бы каким образом предложите как вы как мы могли бы быть полезными для вас вот вы нас знаете а вы потом уже порассуждаете я думаю если отношения есть можно сходить давай давай давайте мы вот у нас в крыму одна церковь в общем прекратила практически существование большой дом территория там земли много и братья давно молятся об основании революционного центра проблема в том что постоянно отправляем в НАПУ в Новороссийск в этот центр и никто не возвращается вот хоть цепью держит до остается церквях и некоторые по России в других служениях куда-то уезжает благовестие в транспорт еще что-то кто более такие инициативные и дилемма такая стоит пригласить кого-то чтобы кто-то из своих нету до инвентантов прошли бы ну а братья как-то боятся сами начать так чтобы взяться и еще в чем вопрос находится в 60 километрах от города насколько ну а тут может быть серпантин и это будет очень далеко не знаю но удаленность от города хорошо когда есть но хорошо когда это удаленность ну такая ее какого можно покрыть когда удаленность большая это депресняк и ну мы должны тоже себя в этом отношении помещать что я вот при такой удаленности получится ли у меня жить церковной жизнью вот я себя как бы ставлю на место получится или нет получится окей ну в смысле жить церковной жизни реабилитант или вот это же будет сама по себе мало а там никого нету церковь ну там пару бабушек понятно здание большое хорошее ну и опять же там братья размышляют чтобы все это перевести на сельскохозяйственную часть церковь церковь готова и техникой снабдить пару коров купить но так не работает к сожалению так не работает что если реальный хитрой готов твои бабушки столько ресурсов команда от большой церкви должна сниматься и включаться основать два зайца хотят увидеть и церковь как бы перезапустить и социалку не может быть даже не церковь перезапустить а социалку но есть инспири готовы все нету приехал сказал я готов посвятить себя на год-два выпустить два потока из этих двух потоков хотя бы один продолжил служение чтобы свой выкрыть уже потом молиться молимся долго молимся но вот в этом смысле я же говорю отправляем людей вот в этом смысле я и говорю что надо местно включаться плотно в каких-то вот из обозначенных мной позиций учить хозяйка реклама и работа кто-то из должны тянуть тогда экрана убыстрить процесс есть еще один вариант поможете если у вас церковь как бы большая вы можете поставить брату взять его на обеспечение там как бы как бы а как бы большая у нас у нас братство нет такого служения я видел у них получается скормление скормление они регулярно ездят и у них есть дом для бомжей то есть серьезно там люди которые тоже кому негде жить на время они сели и то есть они моют общаются с ними по больнице какие-то документы нет у нас это называется приют когда профиль такой как бы размытый скажем да много многоуровневый есть у нас в братстве есть приюты когда просто помещают человека и предоставляют возможность и жить и есть силу его возможности работать и вот в этом смысле я думаю что запуск наших центров он должен носить много как МФЦ многофункциональности поэтому нам крайне важно дом вход с одной стороны реабилитация с другой стороны может быть вот эта категория с третьей стороны это могут быть еще там страдающие насилия вот просто я встречаю человек я ему рассказываю евангелие допустим мы берем такого как людей а куда ты его потом придешь то есть я не могу к себе домой допустим я не могу в церковь напиши напиши тебе инстаграм он тебе скажет но каждый раз ближе сегодня реабилитации ну по большому счету ну приедут заберут ну по крайней мере вот в наших программах ребята они конечно не поют за 400 500 но до 100 приедут ну практика показывает сколько мы отправляли сколько через меня проходил людей да вот таких вот людей без определенного места жительства 10 из 10 уходили из центра не здрасте не до свидания в основном ты привозишь человека в центр ты его скупал переодел накормил он переночевал утром в сал и ушел это 9 из 10 так не унывайте молитесь Господь вышли делать или нажат и вот к вопросу о бабушках которые хотят ухаживать за людьми я 5 лет был в служении и милосердия в Умской области обительного милосердия и милосердия есть мы специализация нашей были люди с ограниченными физическими возможностями то есть без ручек без ножек после 3-4 инсультов то есть как вы сказали самый первый не успел записать то есть они у нас смысл какой был то есть выехала команда 2 семьи то есть семья одна и моя семья потом присоединилась мы 2 семьи приехали основу ну основой все это и скажу так ну тяжело страшно с такими людьми работать потому что они действительно тяжелые мы их подбирали и на трассе в той трассе проходила федеральная ООСК Новосибирск Тюмень ну и мы были 130 км от города то есть и основалась сейчас там церковь из этих людей которые там ну инвалиды они и 12 членов церкви мы уехали дальше полгода сейчас в Калининградском то есть уже служителей воспитали у нас еще была специализация вот именно те которые кругами бегали по центрам то есть у нас как последний пристанище когда их омские люди уже не брали их только к нам да служить вот именно таким людям и и отлученных пять человек у нас восстановились и служат там живут и служат там то есть у нас ну дом есть который мы не стали супруга продавать а ставили братский дом и поэтому братья молитесь и Господь вышли в делателей то есть куда сейчас переехал там понятия не имел почему он сюда переехал теперь понимаем там тоже большие права вот в этом служении огромные просто а эти люди зависимы они зависимы они бомжи они инвалиды у них со здоровьем тяжелые проблемы мы их вот первый год когда мы жили у нас еще помещение было не обустроено ну душевые их не было туалета все это были на улице мы вот просто брали инсультников ну они же плохо ходят у них ну вот брали с собой в душ и их мыли сами мылись то есть ну так вот ухаживали за ними а потом как бы вот из этих первых кому мы действительно так служили они стали первыми членами церкви мы их возили в город да крестили поэтому брать это ну не унывайте да вопрос к вам и ко всем здесь присущим что наркомания да один из методов можно бороться можно предупреждать и у меня хорошее взаимоотношение социальным педагогом одной из школ я когда с ним последний раз сейчас разговаривал если вот в Санкт-Петербурге Кулпинский район какие-то программы по школам профилактика о употреблении психотропных и наркотических средств есть ли у кого-то какие-то вот такие знакомые либо наметки где в школу могут приезжать какой-то фильмы слайды клипы потому что она говорит я сейчас просто частным образом нахожу по одному цепляю как-то она мне когда я сказал что у меня такая бурная была жизнь и она говорит давайте я беру вам со всей школы пятый седьмой девятый один из классов хулиганов таких мошенников вам в классы приведу и вы с ними проведете урок я вот с такими как урок целый провел потом один подошел второй подошел помогите у меня там проблемы мы пойдем пообщаемся и потом спустя год два-три соприкасался по улице какошел и узнавал как у кого жизнь ну вот так вот то есть вопрос такой есть ли у вас либо у кого-то здесь присутствующих какая-то информация где есть вот такие программы какие-то вот семинары такие профилактики именно для школы там же нельзя пробыть евангелие напрямую но которые именно показывают братья есть мы этим занимаются обычно социальные педагоги то есть у нас у брата нашего пастора Александра Макаляна Борисовича у него жена соцпедагог и насколько я знаю как бы имеет место быть когда там школы спецом замалчивают замалчивают те моменты когда есть моменты когда школы спецом замалчивают то есть она социальный педагог она видит все эти проблемы что там то шпецы находят то тюбики находят из-под этих капель закапываются но школа в отчетах она пишет все хорошо наркоманов нет алкоголиков нет у нас все супер то есть со стороны властей школы именно со стороны властей школ а как бы органов да вот эти вот все кто там курирует они статистику они замалчивают сужение есть но в это нужно реально включаться чтобы в это включиться ты просто как придя туда сказать там здрасьте я Вася Купкин да я хочу поговорить с вашими детьми там соберите где там ответы своих там самых-самых вас туда просто никто не пустит то есть для этого нужно определенное образование и добрых лет вообще у нас если есть ответ у меня мама социальный педагог у нас несколько сестер из церкви работают в социальной защите именно непосредственно теми кто ходит и ну как бы школа закроет глаза на все не покажет что было благовестие имеется ввиду для внешних разрешат все что хотите если у вас есть личное какое-то нормальное с ними история отношений без вопросов куда угодно запустят заберут всех педагогов здесь вопрос есть ли программа чтобы видео видео слайд то есть прийти не просто говорить а чтобы какие-то были у нас достаточно на протяжении многих лет была работа по школам но потом просто она порвалась в нашем регионе ну и и в наших регионах где центра как бы заблокировано что у нас было 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 я не знаю кто-то застал из вас или слышал ассет такая организация у которой много было разной профилактической вот отремонтики я могу что-то контакт как контактными поменяемся что-то переслать хорошо где тебя найти в вайбере да я напишу хорошо ну в школу благословения если доступ есть надо использовать потому что сейчас родители они поднимают панику там пяти-шестиклассники они уже в туалетах ходят сигареты и она пойдет дальше дальше в автобусы встречаешь поцелями по скоростям уже 14-15 лет у комплексов собирается целая толпа по 10-15 человек и понимаешь они в школе но они уже во все потому что когда мне вот хулиганов этих собрали пятиклассники сидели то есть они там на скоростях там там с такими работой это даже не опытные наркоманы это сколько работ в церкви это же не надо колодцев можно и выпить кровь страшно а вот инвалиды которые они все на социальных службах на учете имеют социальное служение там есть аутисты там еще какие-то хромы косы с ними работают социальные службы на них не стоят для опекать для благовестия продукты привез кому-то более-менее родители это стоит и я думаю это вопрос призвания у нас сестра в церкви занималась долгое время служением инвалидам я просто видел и меня была задача доставить просто привести группу инвалидов на автобусе это это просто призвание это невозможно так давай 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 на раз да на долгосрок это может не работать я просто работаю на реабилитационном центре после аварии я тоже стал тоже много на самом деле инвалидов очень много шейников после аварии они вокруг нас находятся и идут ну как бы хотел как бы тоже поехать далеко не всем помогает социальная защита и договори это да просто они придут очень быстро он не оформлен а здесь работа с людьми то есть общаться ну и адрес не всегда дают да нас приглашали чтобы спеть у нас рекламал своей песни пишет музыку и вот мы спели мед подарили чай чтобы администрация дала адресы что вот насколько если вы можете посмотреть закончилась или нет просто закончилась давайте помолимся дорогие у